с у вас друзья с вами варчик в этом видео посмотрим с вами новую карту устричный залив очень такая красочная карта и в этом видео разберемся с вами с направлениями какое направление для какого класса техники разберемся где стандартные позиции там для того чтобы ким перри для пт для лт где направление тяжей и так далее целом если посмотреть на мини-карту карта вроде как огромная большая но очень много пространства занимает у нас вода скалы и в общем-то не так уж много играбельного места у нас остается и так давайте с вами разделим эту карту на направление куда ехать нам допустим вот если мы появились на одной базе или на другой мы видим что карту можно разделить на взлетную полосу поле где скорее всего лтшки будут по краям занимать там всякие камешки кустики и будут подсвечивать всякие перекатки и так далее в начале боя можно поехать либо с одной стороны либо с другой выехать из-за холмика из-под кустика посвятить кто там куда едет также на каждой базе у нас присутствует камни с кустами из которых можно по ким перить и пострелять по засвету лт приезжаем в эти позиции и прикрываем птшки точнее на птшках прикрываем наших лт но казалось бы удобно было чтобы было здесь кусты мы стреляли год вперед но пусть у нас слева и стрелять мы можем о перекатке там дети же будут кататься о кустам где лт сидят ну и на всякие там кемперские позиции на другой стороне а также мы с вами видим что карта такая большая что до вражеской базы мы отсюда не дострелим поскольку круг не будет доставать так что надо учитывать что занимать в начале боя какую-то позицию прям возле базы в кустах нет смысла поскольку карта такая большая что вы просто не сможете туда стрелять эффективно поскольку снаряд не долетит вот допустим вот эта позиция за базой она нужна только в конце боя это очевидно и у вражеского респа тоже такая позиция есть для того чтобы в конце боя можно было с баски по прикрывать если фланг проиграли то есть что у нас есть по позиции есть всякие вот холмики на берегу куда можно поехать на ст и от башни поиграть есть вдоль берега различные тут холмики с кустами куда можно приехать на лт стать в этот куст и смотреть как враги там катаются если они подставятся засветятся и пт-шки с кустов будут прикрывать то же самое для этого респа тоже есть такой же камень такой же пуст можно спокойно стать туда посветить также у нас есть еще с другой стороны различные тут холмики и кусты которые тоже можно занять они уже более агрессивные какие-то эти кусты видим что с обеих сторон у нас кусты симметричные что сюда можно на лт стать что сюда вот у нас уже на поле появляются уже какие-то понятные позиции что вот вот такой вот перек вот такой вот квадрат который у нас из кустов состоит в каждом из этих кустов можно стать на лт и просвечивать все очень жестко на самом-то деле вот тут тоже вот возле базы есть полочка с кустами для пт по сути карта очень простая для того чтобы понять где позиции стандартные находятся то есть понятно что сюда на тяжелом танке на жирном ехать нет смысла тут очень большие такие пространство без укрытия их быстро не проедешь и сюда ехать только на танки с крепкой башней со скоростью либо на быстром тяже либо лучше на и стэшки на тяже сюда лезть нет смысла пустые для лт мы принципе уже поняли где стандартные находятся также видим что здесь есть прям посередине камень с кустом и у врагу тоже начале тут взлетной полосы тоже камень с кустом присутствует так что в принципе все тут понятно есть такая еще ряда из камней возможность сюда можно будет поджаться и попробовать что-нибудь продавить от бортика там от холмиков только вот у вражеской команды как-то холмик есть здесь холмик какой-то слишком маленький что ли но он тоже присутствует принципе карта более-менее симметричная и понятная с какими-то позициями на базе мы разобрались теперь давайте с другой стороны посмотрим что у нас тут есть у нас есть вот направление с кучей камней дорожками и также возле каждой базы есть такая вот полочка с кустами тоже можно здесь стать по кемперить но здесь как-то вот прострел как-то не слишком обширный такая чисто вспомогательная какая-то позиция очевидно что на это направление лучше всего ехать на тяжелом танке видим что тут также есть объездная дорога с холмиками из песка и с камнями куда тоже можно поехать от башни вокруг поиграть и пострелять в бочины тяжам а тяжелые танки будут у нас сыграть посередине в этих проездах и также вот в этой канаве с камнями то есть куда можно поехать на тяжелом танке вдоль вот этой гряды можно на те же попробовать поиграть но туда надо скорость чтобы проехать чтобы переехать эту дырку и не получить люлей также можно на тяжело здесь вдоль камней поиграть и можно на те же приехать здесь от бортика поиграться что касаемо каких-то там флангов то они напоминают что с одной стороны что с другой холмики из песка и камней где можно поиграть от башни что с одной стороны что с другой на самом деле в карте много позиций и много каких-то стандартных понятных очевидных мест камень куст но также такое обилие перейдет к тому что бой вроде как должен быть разнообразный интересно что за фигня висит а это парашют окей также вот здесь казалось бы можно играть от борта и видно такие вот выемки здесь можно подъезжать к ним и пристраивать свое лицо чтобы упрятать играть от борта то есть это направление для каких-то мастодонтов прям очень крупных и здесь бортовая броня прямо необходимо без нее вряд ли тут как-то в этой дыре выживешь вот что касаемо соседней дороги у нас тут тут у нас видим выезд полмика где можно поиграть от рельефа и также у нас еще есть такие дыры мне это направление немного напоминает направление в монастыре если вот здесь поставить монастырь а здесь речку сделать поглубже вот тебе будет верхняя дорожка вот нижняя только вот у монастыря нету вот здесь дополнительного фланга и нету каких там полей всяких но очень схожие направление здесь можно поехать в эту каналу центральную и и попробовать выиграть потом заехать сюда здесь еще поиграть в общем целом укрытие много позиции много вроде как выглядит даже неплохо когда-то давно я думал как было бы хорошо сделать на монастыре вот такой вот заезд если вот здесь справа вместо взлетной полосы монастырь поставить который по центру карты вот здесь слева вот эта верхняя дорожка здесь вот вода было бы неплохо что там тоже такой заезд был чтобы как-то соединить направление а не сильно разделять их но видим что через какое-то время через несколько лет как я это придумал у себя в голове видим что такая карта появилась вот из картоделов думает немножко как я и схожие мысли по картам пересекаются принципе по карте все понятно она по структуре очень похожа на все карты которые есть у нас в игре очень много позиции очень много укрытий но эти все позиции укрытия и направления они похожи как с других карт единственное что в этой карте можно посмотреть что есть одно направление вокруг вокруг всякие холмики камни там можно сыграть и вокруг прям по самому краю потом есть еще ряда камней где можно на те же там что-то потанчить поиграть потом есть еще направление со всякими дорожками бугорочками и кустиками где можно на лтп поиграть потом у нас есть еще поле пустое как обычно не играбельная которая немного делит карту потом есть канава то есть мы видим что здесь многослойная карта получилось намного больше слоев чем обычно в любой другой карте вот можно посчитать раз объездная какая-то там дорожка 2 3 4 5 6 7 8 примерно 8 слоев которые хоть как-то чуть-чуть друг от друга отделены 8 направлений и все они между собой более-менее как-то связаны кроме поля она ну просто поле это взлетная полоса по нему ездить опасно поэтому его лучше не использовать только в конце боя разве что этим картам не прикалывает тем что обычно в мире танка у карты не имеют столько слоев это прям как многослойный такой торт слоеный осталось разобраться какая у нас начинка сладкая или нет а вот в тех картах которые у нас сейчас в рандоме присутствует дай бог если слоев на карте ну так называемых направлений дай бог 34 это максимум здесь аж 8 карта очень похожа на остальные как в рандоме но если присмотреться она прям большая и при этом при всем остались места которые вообще никак не используются на картах этой игры очень часто большая часть карты вообще ничем не используется никак не задействована поэтому эта карта она такая же видно что делали по той же схеме как и все остальные карты но подошли как-то более масштабно видим что карта проработанная готовая полностью все тут детальки все на месте выглядит карта очень прикольно атмосферно мне нравится я бы не сказал бы что эта карта прям что-то новое приносит в нашу игру но настолько обширная многослойная и такое количество направлений я не видел ни на одной карте до танкисты сразу эту карту называют что она не очень но по большому счету поначалу мы все карты называем дерьмо виниками просто потому что пока мы на них не научимся играть у нас будет пригорать жопа ну и понятное дело мы будем говорить карта но говеная просто по той причине что мы ну и сумели на ней сыграть хорошо поэтому карта на самом деле сложная в ней намного больше позиции направлений чем на других картах поэтому поначалу я уверен что танкисты все будут не в восторге от этой карты поскольку они простые карт это с трудом могут играть то есть карты где пару направлений 34 они даже там путаются и для целевой аудитории эта карта сильно сложная на мой взгляд поэтому это наверное одна из немногих карт в этой игре которые будут настолько сложные с таким количеством направлений но все эти направления они примитивные как и на остальных картах то есть для адекватного сильного нормального игрока думающего ничего сложного в этой карте нет что четыре слоя что восемь слоев все равно не все однотипные поэтому какие-то стандартные направления здесь понять и сыграть очень легко я вам показал какие-то стандартные позиции которые можно вначале попробовать поиграть вот допустим пусты для лт в начале боя вот возле камней вот здесь вот вот здесь это все очевидно что туда можно стать посвятить также направление для тяжелых танков тут от камней поиграть для супер тяжелых танков соседняя еще дорожка объездные по краям для ст-шек от холмиков поиграть какие-то дополнительные направления небольшие для бронированных танков стандартные кусты на полочках в начале боя вот вот все зеленое еще попробуй разглядеть единственно что я немного не понял почему эти позиции для пт развернуты в правую сторону что с той стороны что с этой вот с этой стороны как-то выглядит что ты вперед можешь работать а вот с той стороны такое ощущение что неудобно вперед такое ощущение что эта позиция с этого респа должна вот здесь находиться она находится вот тут то есть неудобно направо стрелять вот видите мешает то есть я больше повернут типа вот в эту сторону и я поле простреливаю так далее а на правую сторону мне камень мешает с той стороны же удобно и прямо стрелять то есть на мой взгляд немножко как-то симметричность куда-то потерялась посмотрите с этой стороны я центральную вот эту вот искать улицу ну дорогу вот это поле берег я простреливаю то есть вот это просто или вот это все вот это простреливается с этой стороны я не знаю куда мне там надо извернуться залезть но я почти не вот ну тоже есть прострел но он какой-то но неудобный мне на прям налево вот сюда в куст вылазить очень сильно если там я буду стоять на расслабоне и буду легко после выстрела отъезжать то есть но отсюда тоже получается можно стрелять только мне надо прям сильно вылазить если лтшки стоят в стандартных кустах а мы видим что вот напротив нашего куста вот куст для лт и по клеткам можно посчитать что 100 метров 200 метров ну тут дай бог 250 метров я думаю что после выстрела мы засветим ся поскольку на 250 метров метра у нас любая лт и засветит так что вот эти стандартные кусты они хоть и глупо выглядят и очень примитивно но у птшек такие же примитивные кусты им просто не откуда больше стрелять толком поэтому занимая их мы будем мешать вражеским птшкам нормально стрелять из-за чего наши стоит это будут проезжать хорошо по флангам и спокойно продавливать направление единственное как в бою на такой огромной многослойной карте будут взаимодействовать фланги друг с другом если какое-то направление продавили как ехать там ему помогать или как ехать базу дефить когда карта такая огромная это конечно мы попробуем ощутим только в бою посмотрим как она будет выглядеть в принципе это все что я хотел рассказать по этой карте я думаю что мы немножко с ней ознакомились подробнее мы с ней познакомимся уже когда она выйдет на основные сервера в патче 120 так что такие дела пишите свое мнение в комментариях про эту карту сам был арчика ради красиво всем удачи пока